Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Братья и сестры, всех приветствую и благоставляю из города Кривого Рога. Здесь в эти дни я проповедую Слово Божье, провожу семинары. И, кстати, вот в пятницу и субботу будет семинар здесь, мой по истории христианства. А сегодня, 11 ноября, я проповедую в городе Никополе. Это город неподалеку от Кривого Рога. И в Никополе я бывал, но это уже было давно. И хочу сегодня благоставить город Никополь Словом Божьим, помолиться вместе с христианами. Будут, я так понимаю, на собрании сегодня христиане разных конфессий, потому что приглашают всех. И здесь, в город Кривый Рог, сюда я приехал по приглашению христианского такого объединения Дома Хлеба. И очень порадовало меня также, что здесь, в городе Кривый Рог, есть межцерковная рада. Совет такой межконфессиональный, межцерковный, такой совет христианский и христиане разных конфессий. Православные, католики, протестанты различные, церкви христианские, очень разные церкви христианские. Вместе обсуждают такие темы наболевшие, вместе молятся за город, молятся о пробуждении духовном здесь, в Кривбасе. И вообще вот о мире в Украине молятся за весь мир, конечно, и молятся о духовном пробуждении этой земли. Слава Богу! И я имею честь в эти дни благоставлять Кривбас, благоставлять Кривый Рог, благоставлять весь этот огромный регион, молиться. Молюсь за людей и проповедовал уже в собрании. И вот сегодня еду в город Никополь. Прошу ваших тоже молитв о духовном пробуждении в городе, в городе Никополя. И приглашаю, если вы в городе Никополе сейчас находитесь сегодня, то приглашаю вас на это богослужение. Адрес есть в рекламе, в этом объявлении. Да, в объявлении. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. И много очень приходит сообщений, конечно. Да, здесь даже, знаете, на все не успевают отвечать. На все даже очень трудно так сразу ответить. Но, допустим, вопросы касательно служения, касательно служения реформаторской православной церкви. Здесь, вот, город Кривой Рог, по Днепропетровской области, по ближайшим этим регионам у нас пока нет такого служения. Но молимся. И если Господь ваше сердце располагает трудиться здесь, как реформаторскому такому православному священнослужителю, то обязательно свяжитесь со мной. Да, и по поводу Никополя, вот, уточнить хочу, сегодня служение, я города не знаю, к сожалению, так вот. Но, если вы живете в Никополе, вам должно об этом, это о чем бы сказать. Третий участок, так называемый, третий участок в городе Никополе, клуб Аберих, с 18.00, начало. Но я еду уже сейчас, фактически, вот, но начало будет вечером, в 18.00. Вот, и если вы будете в Никополе на служение, то подойдите ко мне, пожалуйста. Можем пообщаться, задать вопросы вы можете. Если вы будете вот здесь, вот, в Крым Рогу, то, значит, задавайте тоже вопросы на семинаре в пятницу вечером и уже в субботу днем. Пусть Бог благостовит вас. Огромное приветствие и огромное спасибо всем партнерам моего служения, как вот сейчас есть такое слово партнеры. Да, всем тем, кто в молитве и финансами участвует в моем служении миссионерском, потому что благодаря как раз вашей поддержке и братской такой поддержке я это ощущаю и это вижу. И когда снимаю с банковской карточки деньги или когда получаю письма такие, вот, знаете, вот, от христиан разных, где они говорят, что мы молимся за вас, молимся о вашем служении, о просвещении народов, о реформации в православной церкви и вообще в христианстве. Для меня это немаловажно, для меня это очень важно. Бог призвал меня к такому непростому служению и, знаете ли, когда ощущаешь братское плечо, когда понимаешь, что христиане едины, одна семья, пусть, может, не такая пока еще и дружная, пока не такая еще, как бы, и, может, такая близкая друг к другу, но сближающаяся, знаете ли, но уже такая более-менее объединяющаяся в благом деле. Слава Богу! И, ну, а самое благое дело, конечно, это Евангелие Царства, Евангелие Христа нести погибающему поколению, нести окружающим людям, слава Богу! И в Украине здесь, и в России, и в Белоруссии, в других странах бывшего союза, и в других странах мира, где я проповедую Слово Божье, в основном здесь вот, вот в этих вот наших трех странах, в Украине, Белоруссии, России. Я понимаю, что большинство людей культурно, так или иначе, это православные христиане, или же люди, выросшие в православной культуре, но также нуждающиеся в спасении, потому как мало быть православным, надо быть христианином. Мало быть, вырасти как бы в православной культуре, значит, себя идентифицировать, значит, с православием, важно быть христовым, потому что если мы не христовы, если мы не имеем духа христового, если мы не рождены свыше, то грош цена всем нашим утверждением. Мы можем называться баптистами, писиатниками, адвентистами, иговистами, католиками, столько много наименований сейчас, методистами, всего не перечесть, сотни наименований христианских церквей, организаций и прочее, прочее. Но один Иисус Христос, Он является нашим Спасителем, Господом всех народов, всех племен, и будем благооставлять Его Святое Имя и нести благую весть. Я стараюсь нести Евангелие именно православным христианам или культурно-православным людям, потому как, к сожалению, большая часть, ну не здесь в Украине, а вот в России, допустим, большая часть, да и в Беларуси очень много православных, по сути, неверующих вообще атеистов. Здесь все-таки в Украине ситуация немного иная, здесь больше религиозных людей, более, значит, и особенно в западной части Украины много людей, практикующих именно воцерковленных людей. Но так или иначе, все равно нужно родиться свыше, нужно, даже воцерковление наше, оно не спасет нас, даже наша религиозная активность, знаете, даже наше вот соблюдение праздников, значит, насчет постов, значит, там, наслужений, наши рясы нас не спасут, и спасет лишь Господь и Иисус Христос, и ни в коем другом не спасение, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Из города Кривый Рог 11 сентября, ой, извиняюсь, 11 ноября 2015 года Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. С миром Божьим! До встречи и на земле, и на небесах!